Привет, ребята. Сначала это видео должно было быть про игру Enclave, но её технические сложности и постоянные вылеты, ломающие часы записанного геймплея, отбили всё желание что-либо делать по этой игре. Может как-нибудь в другой раз. Потом я подумал, а может по марка как Getting Up видосик запилить, но и там технические проблемы настигли меня. Причём раньше, играя с дисочка купленного в ларьке, всех этих проблем не было. Поэтому пока что отложим. И тут я смотрю, а кто это такой красивый и забытый лежит в моей библиотеке? Да это же binary domain. И перед тем как начать, пару слов об игре. Её разработчики те же люди, которые создали серию якудза, а значит игра из страны восходящего аниме. Ну и зная эту информацию, вы можете предположить, что игра может быть о чём угодно. Может это героический эпос про самураев. А может романтическая визуальная новелла с нюдисами. А может вообще починка машины с игрой от другого гениального японца. С этим мы и будем разбираться. А пока вы можете заранее подписаться на канал, чтобы не пропустить всё самое интересное. Ну и вы на канале Брэна. С вами Брэн. Приятного просмотра. Для начала нам нужно определиться со сложностью. А так как в игры я играть ещё умею, рефлексы не растерял и пипка стоит, то смело беру самую высокую сложность, которая называется выживший. И при попытке загрузиться я нахожу свои старые сейвы, сделанные аж в 2017 году. Но как вы можете увидеть, далеко я не продвинулся. Причём оба раза. Смахнув слезу ностальгии, я создаю новое сохранение. 2080 год. Брифинг рассказывает нам, что по распоряжению Совета Международной Организации по вопросам робототехники, далее МОРД, было одобрено тайное проникновение карательного отряда на территорию Японии для выяснения, причастна ли корпорация Амада к созданию человекоподобных роботов. Соответственно, в карательном отряде состоим мы. И наша задача высадиться и тайком пробраться к месту встречи с другими иностранными подразделениями МОРД. И вы сейчас такие, кто? Что? Не переживайте, я всё объясню. Ну и первое, что нам показывают, это мужская срака. И только после неё выплывает главный герой. Зовут его Дэн Маршалл по прозвищу Выживший. А нашего напарника зовут Рой Боттинг или Большой Бо. И не успев толком обсохнуть, как он заваливает нас гомосексуальными намёками. Где все мои танцы гейши-гэши? Ты не видел, что я беру под этим гейшем. Это лейс? Мне нужен арт, чтобы к вечеру он был у меня в дискорд-канале. После высадки Биг Бо начинает обучать нас. И ладно, там обучение стрельбе, ходьбе, едьбе. Это мы всё проходили и знаем. В игре есть одна фишка, которую я ранее и после нигде больше не видел, хотя уверен, что где-нибудь-то она и была. Если вы знаете такие игры, то пишите в комментариях. Так вот, фишка в том, что мы можем напрямую общаться с нашим напарником прямо в микрофон. Как будто это не бот с нами играет, а наш кооперативный братишка. Нужно это для командования болванщиками на поле боя и при разговорах, от которых будут повышаться уровень доверия к нам, нашего напарника. Но, к сожалению, как бы я ни орал в свой микро, игра его не узнала и отказывалась с ним работать. Причём что студийник, что гарнитура на наушниках. Ну, не беда. Для таких, как я, есть режим командования с помощью кнопок. Да и набор команд скудный, если честно. А ещё говорить надо на чистом английском. А я вот эти ваши вэри-вэлы с вэри-гудами вертел на своём Биг Бене. После того, как сдаём экзамен своему бро Биг Бубу, мы готовы выдвигаться. Связываемся с командованием, которое говорит что-то на военном. Но наш герой на штыку вертел всю эту тактикульщину. Также командование рекомендует нам сохранять радиомолчание, когда проберёмся на базу противника. И не успеваем мы пройти 10 метров, как тут же попадаем в неприятности. А атакуют нас киборги-убийцы. Киборг-убийца. Которых в игре называют шестянками. Подскажите, это ещё не является расизмом в наше время? Ну и почти каждый переход от катсцены к геймплею будет сопровождаться анимешным взглядом Маршалла прямо нам в душу. Разваливаются жестянки довольно хорошо, даже несмотря на высокую сложность игры. Правда, очень живучие гады. Отстрелишь ему ноги, он будет к тебе ползти и кусать за пятки. Отстрелишь руки, он побежит бить тебя головой. И даже если голову отстрелишь, он не умрёт. Но бонус от хэдшотов всё же есть. Потеряв башку, он также потеряет связь с реальностью. И начнёт стрелять в своих же братьев консервных. Также с роботов сыпется ресурс. Базонные ячейки. Нужны они для зарядки автомата Дэна. Который может произвести мощный электрозалп. Ну и как вы могли заметить, тайком до точки сбора нам дойти не удалось. Не удалось настолько, что за нами отправили огромного робота, которого зовут легионер. И в данной ситуации мы не можем ничего сделать, кроме как обосраться и убежать. Надеюсь, система кала-отвода в этих костюмах предусмотрена. Сваливаем от белой консервной банки с селёдкой водным маршрутом, стараясь не попасть под взор дронов-разведчиков. И прилипнув к мимо проплывающему судну, уходим от погони на какой-то склад. На складе мы в очередной раз попадаем в засаду электроников. И в данный момент наш чёрный брат учит нас приказывать ему. Как-то по-расийски прозвучало? Надо бы реабилитироваться. Я люблю Дэймикс. Находим магазин, в котором мы можем за кредиты, получаемые путём уничтожения железяк, приобретать вещи, патроны и грейды на пушки, как свои, так и напарников. А после того, как вы закупитесь, магазин проведёт лотерею и может подкинуть дополнительный лут. Но я не сразу понял, что это за Саймон Сейс там крутится и прошёл мимо выигрыша. И буквально в следующей комнате меня первый раз роняют на землю. И я как раз расскажу вам про механику смерти и лечения. Здоровье у персонажа регенерирует. И ускорить регенерацию мы никакими аптечками не можем. А если здоровье опустится в ноль, то мы ляжем на пол. И на этот случай у нас как раз есть аптечки, которые нужны для того, чтобы из предсмертного состояния вылезать. Если же у нас в руках аптечки не будет, то к нам поспешит ближайший напарник. И потратит на нас свою аптечку. Ну а если все аптечки кончатся, то будьте добры вернуться на чекпоинт. По дороге к зелёным роботам добавляются красные. Имеют более крепкую броню, да и ведут себя на поле боя пошустрее. А также встречаем бигбоя с пулемётом. Намного крепче и намного опаснее. Но после победы его пулемёт мы можем забрать себе. Подойдя ближе к выходу, мы снова натыкаемся на легионера. Наши пушки ему даже краску на жопе не обдерут. Поэтому мы юзаем окружение для борьбы с ним. Роняем на голову контейнер и заставляем немного призадуматься. Что даёт нам время насъебаться. В следующей комнате повторяем всё то же самое, но теперь с кучей металлолома. И собственного легионера мы в металлоломы превращаем. А теперь нам показывают флэшбэк. 10 дней назад. Детройт. США. Корпорация Берген, занимающаяся разработкой и созданием роботов. Мужчина в деловом костюме и пушкой на голову спрашивает у лидера компании, что вы со мной сделали. А тот сам в ахуе ничего не понимает. И тут приходят роботы-охранники. И обходятся с ним довольно таки мило. Просят бросить оружие и даже дают время одуматься. Он конечно пушку бросает, но в его руке остаётся граната. Умный ход. Пуля дура, как говорится. А граната на яблоко похожа. Пойду поем. Тарелка. Ебучих. Спустя. Потом он срывает с себя лицо. И тут я обосрался. Такой крипоты я давно не видел. Всё это смотрел президент США. В компании министров и прочих чинов. Проблема в том, что в мире игры существует новая Женевская конвенция. И по статье 21 запрещено производить роботов неотличимых от человека. А судя по кадрам с видеонаблюдения, кое-кто срал на эту статью, да ещё и размазал. И называют таких вот терминаторов бездушные. Выясняется, что этот мужчина, робот, ну вы поняли, получил американское гражданство 30 лет назад. То есть он уже давным-давно тусил в Америке. Генерал начинает пованивать. И его расстреливают. И он оказывается бездушным. Воу. Берген же догадывается, кто мог создать подобную технологию. Йоджи Амада. Основатель корпорации Амада. Вот только его 40 лет никто вживую не видел. Собственно, так мы и оказались в Японии. Тем временем мы свалили огромную железяку на землю и думаем, что делать дальше. Внизу началась какая-то заварушка, а железяка начинает подниматься. Тут нам звонит на мобилку наш командир. Вовремя, как всегда. Мы прыгаем от железяки с дамбы, а майор сообщает нам, что с дамбы лучше не спускаться, ибо в городе происходит пиздец. Вовремя, блять, как всегда нахуй. Ну и с лалом на жопе катимся по водостоку. Устроили себе локальный Диснейленд, даже аниматроники на месте. И как из пушки вылетаем в город. А в городе идет война. Человеки из сопротивления воюют с роботами. Ну и мы немножечко помогаем. Правда, помогать уже некому. В городе основной проблемой будут снайперы, которых мы будем изничтожать со снайперской винтовки. И здоровые роботы с дробовиками, которым желательно сносить головы, чтобы они суеты наводили среди своих. Расчистив себе путь, мы натыкаемся на детей, которые лутают обломки и пушки с роботов. Вероятно, работают на сопротивление. Тут выходит взрослый, который за ними приглядывает. И пытается нас гопнуть на стволы. Денчик ему пытается разъяснить, что их как бы двое, а он один. Детишки, это 2-on-1. И эти путьы очень большие, чем твои. Хм. А? Так много для 2-on-1. Да. Но детишки тоже включаются в эту мексиканскую дуэль. Вот и кто после этого захочет заводить детей, а? Но одна из железяк хватает пиздюка за ногу и хочет его убить. И убила бы, если бы не наш Дениска. Жест доброй воли с нашей стороны ценится и все опускают стволы. Ну а теперь пришло время для плаксивых историй. Куда без них в японских играх. Продолжение следует... И поверьте, таких моментов еще будет достаточно. И будут они довольно сильные. Мы выходим к месту встречи. Но дорогу преграждает очередной отряд железных. Тут я хочу показать вам, как выглядит отвлекающая граната. Вот на это ведутся роботы. Роботы, блять. Высший разум, искусственный интеллект ведется на голограмму прыгающего клоуна. Нет, это конечно забавно, но роботы же. Ну и куда мы без рандеву с белым гигантом. Он опять встает у нас на пути, отчего мы экстренно прыгаем в окно, пробивая его своей тушей. И размазал бы он нас в этом же бассейне, сделав суп с мяском. Но на помощь приходит женщина с РПГ, снеся ему голову. А тем временем на нас открывают охоту власти Японии. Мы таки добрались до точки сбора. И знакомимся с коллегами по цеху. Капитан Чарльз Грегори и лейтенант Рэйчел Таунсенд. Оба британцы, хотя у женщины лицо русского мужчины. И знаете, говорят баба с яйцами. Так вот, тут похоже и в прямом и в переносном смысле. Чарльз сообщает, что французы уже в верхнем городе. И представляет нам китайский отряд. А точнее одну китайскую девушку. И вот с этого момента я проорал в голосину. Дениска начинает подкатывать к ней яйца. Но все идет не по плану. Девочка холодна как сталь. Ее зовут старший лейтенант Фэй Ли. И по дороге к месту сбора она потеряла свой отряд. Ну и окончательно познакомившись, отряд двигается к следующей точке. Пока им на этой точке их пятую точку не начистили. Пока они идут, Денис закадровым голосом начитывает нам историю мира. В начале 21 века к климату наступила пизда. Уровень океанов вырос. Куча городов по всему миру затопила и разрушила. Власти начали строить новые города над старыми затопленными. Оставляя их по сути на произвол судьбы. Также множество людей погибло во время потопов. И рабочих рук попросту не хватало. Но на помощь пришли роботы. Четко выполняющие свою программу и не задающие вопросов. И не требующие зарплату. И лидером в робототехнике стала корпорация Берген. Захватив 95% рынка. По сути проглотив и выплюнув корпорацию Амада. Благодаря чему США осталась единственной сверхдержавой в мире. В 2040 году была подписана новая Женевская конвенция. Которая включала в себя и вышеупомянутую статью 21. Запрещающую разработку роботов неотличимых от человека. И вот в 2080 году бездушные показали себя миру. Правительство поняло, что есть угроза не то чтобы для страны. А для всего человечества. И для урегулирования ситуации был сформирован карательный отряд. Их задача арест Амады. И добыча доказательств его причастности к созданию бездушных. И это как я, и мой партнер Бо, закончились в Западе. Потому что США предупредили что Холочайл, который появился в Америке, был создан по Южи Амады. Редактор генератор и фоандатором Амады Корпораций. Мы здесь, чтобы арест Амады, и отправиться его в Геневре. И это означает, что мы сможем бросить любые скраппызи, которые пытаются остановить нас вместе. Ну и на этом я заканчиваю первую часть моего рассказа по Binary Domain. Мы с вами прошли только первую главу, а впереди еще 5. Будет только больше. Так что подпишись, чтобы не пропустить новых видео. Нажми на колокольчик, поставь лайкосик, побрей кокосик и до встречи на этом канале. Субтитры подогнал «Симон»